МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В прошлый раз мы начали с вами разговор об истории корсетов. И сегодня нам нужно будет довести эту важную тему до логического конца. Итак, 19-й век стал поистине веком корсетов. В этом столетии в ходу были корсеты самых различных типов и предназначений, в том числе и для беременных, и для кормящих матерей, и для наездниц, а также ночные корсеты. И несмотря на постоянное негодование врачей, изготовители этих приспособлений утверждали, что именно их продукция не только самая красивая, но и полезная для здоровья. В 1861 году общее количество корсетов, проданных в Париже, составило 1 миллион 200 тысяч. Самые дешевые корсеты для работниц или крестьянок шили за 3 франка. Шелковые корсеты стоили от 25 до 60 франков. А цена роскошных корсетов, отделанных кружевом, достигала 200 франков. Для сравнения, скромный обед для семейства из 4-х человек стоил в Париже в то время 3 франка. В 70-е годы 19-го века, в соответствии с модой Сан-Ванг, дословно без живота, была изобретена еще одна форма корсета, длиной до бедер. Теперь корсет не только поднимал грудь и утягивал талию до вожделенных 40 сантиметров, но и сдавливал нижнюю часть живота. Весело это сооружение несколько килограммов, и женщина в нем едва могла дышать. А уж о том, чтобы нагнуться или съесть лишний кусочек, вообще не могло быть и речи. Для модниц лишний турвальс или партия валан нередко оборачивался обмороком или того хуже, летальным исходом. 90-е годы 19-го века и начало века 20-го стали последним в истории женской одежды периодом, когда дамы имели пресловутые оси на Италии. Корсет затягивался так сильно, что силуэт женщины в корсете напоминал латинскую букву «С». В 90-е годы вместо шнуровки появилась застежка в виде двух стальных полос, одна из которых снабжалась маленькими набалдашниками, а другая – петлями специальной формы. Это изобретение позволило быстро застегивать и расстегивать корсет. И вот теперь мы подошли к роковому вопросу – корсеты и здоровье. В течение всего 19-го века, несмотря на то, что женская одежда была на каркасе в виде коринолинов и тюрнюров, против ношения корсетов шла непрестанная война. Развитие медицины, борьба за равноправие женщин, за их участие в общественно-полезной деятельности – все это привело к тому, что все чаще и чаще, причем с разных сторон, стали раздаваться призывы «Долой корсеты!». Первой выступила против общепринятого костюма с корсетом знаменитая французская писательница Жорж Санд. Затем ее призыв избавиться от этого убийственного наряда подхватили в Америке и Европе сторонники движения за женскую эмансипацию. А на съездах врачей-гигиенистов эта проблема обсуждалась как одна из наиболее важных. В 60-е годы 19-го столетия в Англии возникло движение художественного костюма. Это движение в рамках еще более широкой концепции эстетизма породили художники-пре-рафаэлиты. Их основные положения в области костюма сводились к следующему. Современный женский костюм противоестественен, так как он стягивает и деформирует тело, тогда как природа создала тело для свободы. Уже в наши дни американский историк моды Валерий Стилл и врач Лим Кудш провели исследование негативных последствий ношения корсета. Они изучили старинные образцы корсетов, а также обследовали наших современец, тех, кто регулярно их носит. В частности, пытливые исследовательницы пытались выяснить, насколько серьезно корсеты умешают объем легких. Оказалось и правда, корсеты викторианской эпохи существенно затрудняли дыхание и могли привести к обморокам, особенно во время активных движений, например, на балу. В то же время исследование 197 корсетов из Лейсестерского музея показало, что только один из них утягивал талию до 46 сантиметров. А судя по рекламным объявлениям женских мод 70-х, 80-х годов 19 века, стандартными размерами корсетов были модели от 45 до 76 сантиметров талии. Но, несмотря на распространенное мнение, с медицинской точки зрения, корсеты не вызывают сколиоз, но даже помогают с ним бороться. Кроме того, они действительно поддерживают осанку и в некоторых случаях облегчают боль в спине. Однако к концу 19 века многие врачи совместно с реформаторами одежды и эмансипированными дамами мобилизовали все силы на борьбу с корсетом. Причем некоторые пытались освободить женщину от всех видов нагрузки, как физической, так и умственной. Так, в 1899 году американский врач Коулман предупреждал. «Женщины, берегитесь! Вы на пороге гибели. Раньше вы стягивали себе талии, теперь пытаетесь развивать ум. Раньше вы лишь танцевали ночи напролет в душных бальных залах, теперь часто проводите утро в кабинете. Вы без конца возбуждали свои чувства концертами и французскими романами. Теперь напрягаете умственные способности, изучая греческий. Берегитесь! Наука говорит, женщина, которая учится, погибла». Первым шагом к полной ликвидации корсета была реформа парижского короля моды Поля Пуаре, который в 1905 году ввел в моду платье рубашечного покроя. Под такие наряды носили специальные легкие гибкие грации из каучука – корселетты. В течение следующего десятилетия покрой женской одежды стал еще проще. Силуэт приобрел трубовидную форму, а талия удлинилась. Правда, корсеты все же продолжали носить, но без особого прогиба в талии. В результате исчезла крутизна бедер, но вместе с тем сохранялся и красивый изгиб спины. А к 20-м годам 20-го века был создан прямой корсет, который с течением времени получил широкое распространение. Впоследствии прямые корсеты разделились на две части – верхнюю и нижнюю. Верхнюю часть стали именовать лифчиком и бюстгальтером, а нижняя представляла собой эластичный пояс для чулок, стягивающий живот и бедра. А впервые разрезала корсет пополам французская женщина-врач Гош Саро, попорница гигиенической дамской одежды. И в 1903 году в Парижской медицинской академии ею был представлен и опробован первый в мире бюстгальтер. Считалось, что эти новые приспособления наконец-то сделали женщину свободной. И, как писал в 1924 году один французский журналист, современная женщина, фамм модерн, свободнее в своем поведении, чем женщина довоенная. Она танцует без корсета, она плавает в купальном костюме, она решительно настроена быть независимой. Ну, а дальше... Дальше началась свобода без границ, без бюстгальтеров и без чулок. И в наш век полного раскрепощения женщины порой с особым сочувствием вспоминаешь о трогательных шалостях былых времен. Например, о тех, которые запечатлены в стихотворении гениального Казьмы Пруткова как будто из гейны. Помню я тебя ребенком, Скоро будет сорок лет, Твой передничек измятый, Твой затянутый корсет. Было так тебе неловко, Ты сказала мне тайком, Распусти корсет мне сзади, Не могу я бегать в нем. Весь исполненный волненье Я корсет твой развязал, Ты со смехом убежала, Я ж задумчивый стоял. Это была программа Обыкновенная история. Обыкновенность повседневна. До скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова